Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня будет очень интересное видео. Интересно оно тем, что мы с вами будем смотреть результаты после обработки одним из препаратов. И вы знаете, когда я начала тестирование, очень много вопросов было под видео. Ира, работает, не работает? Но нужно понимать, что когда мы тестируем препарат, должно пройти время. Нельзя через 2 недели сказать, что все, препарат 100% работает, все пошло расти. Тем более, если мы говорим о реанимационных орхидейках. Должно пройти время, должно пройти несколько обработок, несколько поливов. И самое важное, орхидеи при этом тоже должны быть в соответствующих условиях. Потому что если условия для орхидеи будут не соблюдены, орхидея расти не будет. И что бы вы на ней не применяли, это не будет работать. Потому что, знаете, есть у меня такие комментаторы, и в принципе они встречаются, наверное, под каждым видео, когда я обрабатываю растения. И они пишут о том, что я пробовала, ничего не растет, ничего не цветет. Но, мои дорогие, у орхидеи нет стадии покоя. Ее просто нет. Она или активно прям растет у нее, прям корни, щетка, листья, или она цветет, растит цветонос, распускает бутоны. В этот момент она немножечко свой рост затормаживает. В состоянии спячки, значит, у вас условия не соблюдены. Что значит не соблюдены? Я расскажу вам три правила, которые должны быть именно в совокупности. И тогда орхидея будет замечательно расти. Первое, наверное, самое основное, самое важное, это освещение. Если у вашей орхидеи хорошее освещение, это именно 12-14 часов, и это не просто солнечный свет, а именно досветка, то орхидея очень хорошо, комфортно себя чувствует. Сейчас на протяжении недели у нас уже пасмурно. Вот в такой момент могут даже затормозиться цветоносы и перестать расти вовсе. И орхидея, если до этого она активно росла, то вот в такой погоде, если у нее нет досветки, она затормозится в росте. Поэтому это нужно обязательно учитывать. И, естественно, если у вас реанимашечка, и вы там над ней бегаете, танцы с бубном не устраиваете, но на улице пасмурно, досветки нет, она не вычухается, не выкарабкается из этого сложного состояния. Поэтому первое самое важное, это освещение. Им не нужно пренебрегать. Лучше приобрести даже какую-то бюджетную лампу, чем страдать от того, что орхидеи чахнут. Также еще очень важно, но это тоже нужно учитывать, для того, чтобы орхидея именно росла, температура должна быть 28 градусов. С повышенной температурой орхидейки как раз-таки начинают хорошо наращивать листья и корни. Сегодня видео не о цветении, а о том, как вывести реанимашку из состояния вот этого, знаете, нестояния. Поэтому сегодня не о цветоносах, сегодня о росте. Я говорю, что если вы хотите, чтобы ваша орхидея хорошо росла, температура около 28 градусов, плюс-минус. Тогда будет отлично расти и листья, и корни. Также, когда мы реанимируем растение, очень важна влажность. Она должна быть 60-70%, потому что, как правило, да, вот реанимация, значит, у орхидейки слабые корни. Питания у нее нету, и листья начинают терять тургор. Поэтому влажность помогает сохранить тургор, потому что листья орхидеи также имеют свойство впитывать влагу, прям, да, вот из воздуха. Поэтому влажность необходима. К тому же это тропическое растение, естественно, для него влажность очень-очень важна. Это 60-70%. И это, вот, знаете, прям залог успеха в выращивании ваших любимых красоток, особенно в реанимации, да, чтобы они выходили из этого реанимационного состояния. Также не забывайте о вредителях. Это тоже очень важно, потому что сейчас, кстати, в моей группе Телеграм очень много вопросов, именно связанных с вредителями. Присылают цветоносы обгрызан, да, вроде бы орхидейка вся целая, а цветонос съел трипс. И человек не понимает, что происходит, что это такое, а там явный трипс. Кстати, кто хочет в нашу группу Телеграм, в нашу дружную компанию, обязательно подписывайтесь. Ссылочку оставлю в описании. Я там отвечаю на вопросы по орхидейкам, и там еще, конечно же, у нас такая уже сложилась орхосемья, поэтому там очень интересно. Добавляйтесь, будете в нашей команде. Итак, а теперь уже переходим к обработке. Смотрите, обработки, как правило, их существует несколько, да. Когда я реанимирую растения, я сначала обрабатываю фунгицидным препаратом, потом стимулирующим, чтобы вывести орхидею из этого сложного состояния. Но как раз-таки ко мне попался, да, моему взору попался препарат, который называется Цион Протект. И сейчас это вот реально, это не реклама, я просто хотела его протестировать и посмотреть, как он будет работать. И сейчас я вам покажу реальные результаты. Вот так вот выглядит упаковочка, она именно для цветущих. Здесь вот написано Цион Протект. И у него, да, почему он меня заинтересовал, у него очень интересные свойства. Получается, что он вызывает, да, вот интенсивный рост растения на любом грунте. Естественно, да, пометка на любом грунте, она очень важна, потому что есть и в Керамзите, есть и в Корее, есть и в Амхе. Получается, можно засыпать Цион Протект в любой грунт, и он будет работать. Главное, чтобы, да, была влажность. Был, естественно, полив, все там не было сухо, как, я не знаю, в пустыне Сахара. Так, профилактика грибковых заболеваний. Вот как раз-таки то, да, вот, что меня зацепило, заинтересовало, потому что все проблемы орхидеи, все заболевания, они чаще всего идут именно от вот этих вот грибковых инфекций. Небольшая травма, грибок присоединяется, и начинается вот это вот загнивание. Поэтому вот как раз-таки я и решила, что препарат нужно тестировать и нужно проверять, как он будет работать. То есть, передозировка невозможна, никакого корневого ожога невозможно, длительное цветение. Ну, получается, это и, как вы знаете, подкормка, и одновременно еще и профилактика против гнили. Вот поэтому, собственно, я и решила протестировать. Так, о свойствах рассказала, применение видео было. Я просто засыпала столовую ложку, да, ну, просто вот орхидеем в грунт. Сейчас я разверну камеру, и мы с вами посмотрим, есть результат, нет результата, потому что очень многие спрашивали, да, под видео, Ир, ну, что там, стоит брать, да, стоит приобретать. Есть результат. Вот сейчас я вам как раз и покажу. Все наглядно сами увидите и решите. Нужен, не нужен. Ну, собственно, говорить я больше не буду, буду показывать. Итак, напоминаю, что это орхидейки после реанимации. Они очень долго выходили из реанимационного состояния. Очень медленно растили корни и листья, вот, и я решила именно на них протестировать, да, и проверить, насколько будет эффективный препарат. Смотрите, получается, ну, давайте начнем с вот этой орхидеи. У нее впервые начал расти более или менее толстый корень. До этого ее корешочки были настолько тоненькие, как будто, знаете, это не фаленопсис, а дендробиум. Вот тонкий-тонкий. Вот здесь вот в горшке можно пронаблюдать. Прям тонюсенькие корешки. Сейчас они растут толстенькие, хорошенькие. Видите, вот после реанимации Максим. Вот, смотрите, корешки пошли очень активно расти. И листики, как вы видите, тоже растут хорошенькие. Сейчас давайте достанем, потому что горшок голубой плохо видно. Так, ну, вытаскивайся. Будем смотреть. Видно, что здесь сион. Вот, ну и, собственно, корни все тоже видны. Не забываем, что это реанимашка. Результаты, я считаю, очень хорошие. Все корни, видите, в активной фазе роста. И от шейки новые также растут. Все прекрасно. В активной фазе корни направлены в грунт. Вот. Смотрите. Ну, собственно, здесь все, мне кажется, и так наглядно видно. Красота. Реанимационная орхидейка вышла уже из реанимационного состояния. Все, корней у нее, кстати, достаточно. Поэтому, мне кажется, можно будет даже ждать уже цветения. Она еще немножко шатается. Надо ее зафиксировать в горшке. Мне нравится, конечно, мне, что она еще шатается. Но сейчас корни хорошенько закрепятся в грунте. И все станет замечательно. Все будет отлично держаться в горшке. Ну, собственно, это первая орхидейка. Давайте посмотрим на вторую. Вы знаете, здесь тоже можно как бы ничего, мне кажется, не говорить. Так, фокус, фокус, ты где? Видно, что полностью по всему периметру растут корни. Вы знаете, причем она стояла на полочке вот этим вот боком, где лежит кусочек кокоса. И я как-то так ходила, думаю, ну, особо вроде бы так вот прям ничего не изменилось, да? А ну, гляньте-то, гляньте-то, какая красота из старого-старого корешка темного. Посмотрите, какие хорошенькие корни пошли расти. И я взяла, убрала этот кусочек кокоса, а там, посмотрите, какое волшебство. Красота же, правда? Полностью вот по всему периметру, вот, смотрите, пошли расти корни. Ну, собственно, тоже эту орхидейку можно уже не считать реанимашкой. Все получилось, все прекрасно. Так, шатается немного. Все хорошо. Вот такие результаты. Вы, конечно, решайте сами, можете написать в комментариях, как вам результат, увидели ли вы результат, да? Собственно, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Ну, такая вот красота. Я, конечно, однозначно буду пользоваться. Орхидейкам понравилось. И, скорее всего, я даже во время реанимации буду сразу добавлять цион протек, для того, чтобы орхидеям было легче выкарабкиваться из сложной ситуации. Цион протек не является лечащим препаратом. Это именно профилактика. Как я уже сказала, эти орхидеи были пролечены, они были реанимашками, и они очень плохо росли после реанимации. Вот я им добавила циона. И они, видите, как пошли в рост. И, собственно, все у них наладилось. Красота. Можно их уже считать здоровыми орхидейками. Итак, у меня есть еще две реанимационные орхидеи. Точнее, из реанимационного состояния я их уже вывела. Они также были пролечены. Многие даже помнят, это уцененные орхидейки. Вот я их привезла с теплицы, собственно. Я думаю, что многие их узнали. Они себя уже прекрасно чувствуют. Они растят. Листочки, корешочки. Все хорошо. Но, опять же, знаете, корешки растут, раз закуклился. Растут, закуклился. Тут вообще появилась манка. Это именно грибок. И мне очень интересно справиться лицион протект именно с манкой. С грибком, который похож очень сильно на манку. Вот такой будет еще один у нас эксперимент. Здесь у нас этой манки не наблюдается. Но здесь корешочки. Они вроде бы растут. Но старые начали пропадать. Вот они, видите? Тоже. В общем, решила насыпать. Вот так вот выглядит сион протект. Такого черного цвета. В отличие от уже привычного белого сиона. Такого бело-серого. Этот черный. И на такой стаканчик, получается, нужно полстоловой ложки. Можно сказать, чайная. Приблизительно насыплю. Здесь не грозит никакого ожога. Ничего. Сион ни в коем случае не обжигает корни. А только лишь помогает им. Еще, вы знаете, не нужно от препаратов ждать какого-то волшебства. Все-таки это препараты. Это не волшебные палочки. Как я уже сказала. С учетом того, что вы правильно ухаживаете за орхидейками. Они должны начать расти. Даже вот именно от ухода. А когда вы им даете немножечко дополнительного питания, вот как раз-таки и идет вот этот вот рост. Идет и корни жирнее, да, листья мощнее. И если вот у вас ничего нигде не растет, не получается, обратите внимание все-таки на условия содержания орхидей. Вот. А здесь, собственно, вот так вот я проминаю, чтобы он прям падал в корневой системе. Вот так простукаю. Все, отлично. Чтобы он распределился. Чтобы попало все на корешочки. Здесь стаканчики небольшие, поэтому много я насыпать не буду. Буквально пол столовой ложечки. И точно так же я сейчас проскучу вот так вот, промну, чтобы он там провалился. Цион всегда работает так, что он должен соприкасаться с корневой системой растений. Вот. Все. Отлично. Здесь даже, я думаю, немножечко надо добавить грунта, потому что корни, видите, новые пошли расти. И они как бы на поверхности, чтобы не подсохли. Все-таки сейчас батареи работают. Ну, собственно, и все. Вот такое видео с результатами применения препарата. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. Будет очень интересно почитать. Ну, а на этом я с вами буду уже прощаться. И кто не смотрел видео с обработкой, я также закреплю комментарий. Посмотрите, собственно, до и после. Я думаю, это будет очень-очень интересно.